В минувшую субботу ивановцы смогли выбрать сувенир на любой вкус и обучиться азам народных промыслов. В парке Степаново состоялась ярмарка умельцев в традиции предков храним. В Иваново прибыли более 50 мастеров из Костромы, Казани, Нижнего Новгорода. Они не только привезли готовые изделия на продажу, но и рассказали, как можно сделать несложные поделки своими руками. Немало оказалось желающих поработать на гончарном круге. Даже дети могут обучиться этому ремеслу, если, конечно, запасутся терпением. А от ошибок в процессе изготовления не застрахован никто. На выставке были представлены изделия из лозы, бересты, дерева, вязаные, вышитые, лоскутные предметы интерьера и быта. Особенно много было игрушек, ручной работы, в том числе из валеной овечьей шерсти. Валяние – модное увлечение последних лет. Получить простейшие навыки работы с натуральным материалом также можно было на мастер-классе. Валяние-то, она идет вообще с древних веков, так сказать. Но большая технология распространяется, как моколь валяник. То есть это валенки, варежки, шапки. А сухое, в принципе, недавно стало. И в Иванове я практически узнала года два назад. Самый большой ажиотаж, пожалуй, царил у палатки с печатными и расписными пряниками. Эти ароматные сувениры привезли из Градца, где установили рецепты 300-летней давности. Мы когда-то вообще купили дом. И у себя дома нашли старые записи с рецептами и камни. Раньше, когда люди работали на пряничном монофактуре, ни гирь, ничего не было. Взвешивали в камнях, чтобы работник не мог унести вот этот рецепт свой. И вот мы нашли у себя в доме старые записи, камни и старые-старые весы. И обратились в музей. У нас есть в Градце музей пряника. Попробовали, пересчитали на современные продукты, на современные меры весов. И вот получили такой рецепт. Популярностью пользуются не только печатные, но и расписные пряники. Различные узоры наносят вручную. Глазурью из белка, сахарной пудры и лимонного сока. Но к традициям прошлого приплетаются веяния нового времени. Появляются украшения с применением разноцветных посыпок и сахарных бусинок. Любовь Почерникова, Андрей Семиловков, РТВ Иваново. Продолжение следует...